В аккорде прошло совещание по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел под председательством главы государства Нурсултана Назарбаева. Открывая совещание, президент Казахстана подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью находятся на его особым контроле. Нурсултан Назарбаев отметил, что за последние три года благодаря усилиям органов внутренних дел уровень преступности в стране сократился на 17,5%. Люди за защиту от криминала в первую очередь обращаются в полицию. За эти годы независимости погибло 779 сотрудников, около 2500 получило ранения. И это надо помнить. Вместе с тем, текущее состояние органов внутренних дел не в полной мере отвечает запросам общества, сказал глава государства. Президент Казахстана подчеркнул, что существующие стандарты взаимоотношений полицейских с гражданами устарели и не учитывают современные реалии. Деятельность системы органов внутренних дел не оправдывает ожидания общества. Вызывает нарекания граждан. Люди не чувствуют себя в безопасности. Без этого мы не сможем обеспечить высокое качество жизни казахстанцев, что является нашим главным ориентиром. Поэтому мы должны незамедлительно приступить к реформированию полиции, сказал Нурсултан Назарбаев. Глава государства указал на необходимость осуществления содержательных и качественных изменений в сфере внутренних дел согласно направлениям текущего послания народу Казахстана. А также исключить несвойственные им функции. Необходимо освободиться от всего лишнего и сосредоточиться на борьбе с преступностью и охране правопорядка. Будут оптимизированы звенья, в результате чего на одного руководителя будет приходиться не три, а пять подчиненных. Штатная численность сократится на 10%. Данные меры приведут к снижению количества полицейских на душу населения с 471 до 424 на 100 тысяч граждан, что сопоставимо со средним европейским уровнем. При этом будет сэкономлено 16 миллиардов тенге, сказал Нурсултан Назарбаев. В этой связи президент Казахстана распорядился направить высвобожденные средства на улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников. Нурсултан Назарбаев также отметил необходимость проведения системной работы по поиску дополнительных внутренних резервов и исключению неэффективных административных расходов. На этом у нас всё. Кому понравилось ставим лайк, подписываемся на канал, жмём на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока.